Здравствуйте! Приветствую вас на канале Инстит ТВ. С вами я, Ольга Витковская. В ходе торгов в понедельник на азиатских торговых площадках динамика была отрицательной на фоне публикации слабых статистических данных о промышленном производстве в Китае, а также не впечатляющих результатов квартального обзора Банка Японии Танкан. Индекс Nikkei Stock Average по итогам торгов в Токио в понедельник понизился на 0,8%, до отметки 8796,5 пункта. При этом остальные фондовые рынки в КНР, Южной Корее и Гонконге были закрыты в связи с праздниками. Австралийский индекс S&P A6200 завершил торги с небольшим повышением на отметке 4388,6 пункта. Между тем, австралийские рынки застыли в ожидании решения РБА касательно учетной ставки, публикация которого намечена на вторник. Снижение на токийском рынке стало следствием публикации результатов квартального обзора ЦБ Японии Танкан, который показал, что индекс активности в секторе крупных производителей в третьем квартале упал до значения минус 3, с минус 1 в предыдущие три месяца. Кроме того, Национальное бюро статистики Китая в понедельник сообщило, что индекс деловой активности в производственном секторе поднялся до 49,8 пункта в сентябре, 49,2 пункта в августе. В то же время показатель остается ниже разделительной черты в 50 пунктов, отделяющий рост от сокращения. Вы смотрели новости, подготовленные для вас информационной группой Инстафорекс ТВ. До свидания.